Газ в домах Коммунальная авария Больше 10 многоквартирных домов в центре Бийска остались без газа. ЧП произошло сегодня во второй половине дня. Как пояснили нам в администрации Бийска, причина сейчас устанавливается. Ситуация находится на контроле городских властей и ресурсоснабжающей организации. Отметим, что без газа остались 11 многоэтажек. Голубое топливо в дома Бийчан вновь придет только завтра. Устранить аварию газовики планируют до обеда. И к другим темам выпуска. Бюджетное финансирование это конечно одно, но за разгильдяйство следует спрашивать отдельно. Глава администрации города Николай Нонко настоятельно рекомендовал руководителю Бийской службы спасения активизировать работу по взысканию денег за оказание недоговорных услуг. Речь идет не о ситуациях, которые возникают в ходе стихийных бедствий, таких как наводнения. Имеется в виду случаи, когда обрушается, например, карниз дома. И виноваты в этом сами жильцы или управляющая компания, которые вовремя не уследили за своим имуществом. Как сегодня на плановом совещании доложил начальник Бийской службы спасения, в прошлом году они обслужили более 250 недоговорных заявок. И большая часть из них не оплачены до сих пор. Когда выезды осуществляются по какому-то головотяпству, недосмотру и так далее, потому что вовремя не сделано, вовремя не заменено, вовремя не ликвидировано. И возникает уже угроза или уже обрушение произошло, а не выезжает. Тогда надо предъявлять тем, кому это положено. Николаю Нонко поставить оценку за работу может любой бейчанин. В нашем регионе по указу губернатора края Александра Карлина вновь стартовал ежегодный опрос. Главная цель – выяснить, довольны ли жители деятельностью государственных и муниципальных служб. Своё мнение можно высказать на официальном сайте администрации Алтайского края. Оцениваются работы транспорта, тепло, вода, электро- и газоснабжения, а также качество дорог. В прошлом году деятельностью главы администрации Бийска Николай Нонко остались недовольны 60% респондентов. Примерно такой же показатель и у главы города Лидии Громогласовой. Отметим, что гораздо большую неудовлетворенность продемонстрировали в прошлом году жители Рубцовска и Камни-Наоби, а вот довольны своими главами в Заринске и Славгороде. Данный опрос продлится до 1 марта. Его результаты рассмотрит экспертная комиссия. Итоги будут опубликованы на официальном сайте администрации Алтайского края и направлены в Министерство экономического развития России. А вот православные завтра отметят один из самых важных праздников в церковном календаре – Крещение Господне. В этот день от храмов города к берегу Бии по традиции пройдет крестный ход. Шествие трех храмов начнется почти одновременно. От Покровской церкви бийчан доставят к реке автобусом. К 11 часам православные выйдут к Парку Победы и на реке пройдет чин великого освящения воды. После чего с 12 часов начнется купание верующих в Иордане. А между тем все подготовительные работы на реке уже завершены. Установлена купель, проведен свет, а для машины организована специальная стоянка. За ходом этих работ наблюдала наша съемочная группа. Ирина Дубицкая. Ей слово. Надежда Федоровна с пустыми пластиковыми бутылками спешит к Иордане. Говорит, в молодости приходила за водой вообще в 6 часов утра. И в Сочельник, и, конечно, в Крещение. А здесь поистине святая водичка. Во всех водоемах трактор будет. Все, парни, одевайте, пожалуйста. Будьте, пожалуйста, аккуратны, берегите свое здоровье. Сегодня в Крещенский Сочельник у нас идет установка купели. Сейчас мы совершали здесь молебен на благое дело для военнослужащих, которые будут заниматься установкой палаток и организовывать здесь быт. Получив благословение, военнослужащие ловко разбивают на берегу реки палатки. Каждая способна одновременно вместить до 40 человек. Две палатки. Одна будет мужская, другая женская. Будут сидеть и стопники, топить. Будет в них тепло. Отапливать палатки начнут уже с сегодняшнего вечера. Обещают военные организовать и горячий чай. Это уже стало доброй традицией. После купания в Иордане многие бичане всегда спешат к большим котлам за стаканом ароматного черного чая. Рядом с военными работают энергетики. Ведется монтаж освещения. Это для удобства тех, кто предпочитает купаться ночью. Безопасность будут обеспечивать несколько оперативных служб. На месте будут дежурить 12 сотрудников полиции, два экипажа на автомобилях, будут дежурить сотрудники МЧС, будут дежурить сотрудники ГИМС МЧС, будут дежурить также и медики. Толщина льда на реке сейчас составляет от 45 до 50 сантиметров. То есть выходить на него безопасно. Когда бурили лед, измеряя его толщину, совершенно случайно вот в этом месте обнаружили небольшое углубление. И получается, что глубина в купеле метр тридцать. Это примерно вот человеку со средним ростом, ну, где-то, наверное, вот так вот будет. Так что купаться будет совершенно удобно и комфортно. Интересно отметить, что эта ямка совершенно небольшая. Вот здесь, где я стою, здесь уже глубина на 50 сантиметров меньше. Все работы по подготовке к крещению завершились в четырем часам дня. И уже вечером в Сочельник к Иордане придут первые желающие окунуться. Ирина Дубицкая, Алексей Мельков, Будни. Есть в нашем городе и те, кто купается в холодной воде не один раз в год на крещение, а регулярно бийские моржи. Они входят в ледяную воду каждые выходные. Начала ходить этой осенью, ну, чтобы простуды поменьше прилипали, чтобы поздоровее быть. Ребенка маленького расти, может, и потом и он пойдет сюда выроживать. Здесь мы получаем счастье. Счастье, которое там вот впитываем в себя в прорубь, а потом расплескиваем кругом. И все нам здесь завидуют. Наши мужчины еще и являются легкоатлетами-бегунами. Поэтому традиционно 1 января каждый год под бой курантов в 12 часов дня, когда весь город еще спит после Нового года, мы делаем традиционную новогоднюю пробежку. Женщин в клубе любителей зимнего плавания примерно столько же, сколько и мужчин. Всего здесь около 30 моржей. В прорубь бийчане погружаются каждую субботу и воскресенье. Зимний купальный сезон открывается в начале октября и закрывается только в апреле. Кроме того, наши моржи принимают участие в марафонских заплывах. Участники клуба стали одной большой семьей. Отметим, что клуб любителей зимнего плавания существует в Бийске уже 15 лет. Его основатели – несколько человек, которые моржеванием занимаются уже больше 30 лет. И ежегодно привлекают к зимнему плаванию новых людей, в том числе и молодежь. Купаетесь, купаетесь, купаетесь. Сезон купальный заканчивается, а вы потихонечку входите в воду и вместе с матушкой природой к зиме, даже на первом году вы будете готовы. Конечно, кратковременное, кратковременное такое пребывание в воде. Без фанатизма, так скажем, единичные вот эти вот ныряния, они ни к чему не приводят. А вот постепенно, из года в год, вот с Виктором, Виктором, наверное, уж лет 20, я где-то 30-40, наверное, уж купаюсь. Так что вот такие мы есть. Близкий друг и соведущий нашего земляка Михаила Евдокимова посетит город Бииск. Валерий Семин, руководитель группы «Белый день», едет к нам с концертом. Тесная дружба и творческий альянс Валерия Семина и Михаила Евдокимова вылилась в популярную передачу с легким паром. Вот он, Валерий Семин с баяном. Этот фрагмент программы 2001 года. Сегодня его, конечно, сложно узнать. Густая седина изменила внешность артиста. Но его манеру игры ни с кем не спутать. Зрители с первых нот узнают любимого баяниста. Был у Валерия Семина и опыт киноактера. В художественном фильме «Павла Лунгина. Свадьба» он сыграл папа. В 2013 году Валерий Семин представил свой сольный песенный проект. Старые добрые песни советских времен. А 20 января Валерий Семин с группой «Белый день» дадут концерт в Бииске. Они выступят на сцене городского дворца культуры. И к новостям спорта. Зрелищно и экстремально. Любители погонять по заснеженно-скользкой дороге собрались воскресным утром на трассе «Вираж». Зимний спринт – первый этап серии любительских кольцевых гонок. Анастасия Исаева продолжит тему. Сегодня здесь не гоночные машины, а обычные неподготовленные авто. 30 отчаянных бича решились выйти на ледовую трассу «Вираж». Это непрофессиональные гонщики. Многие впервые пробовали свои силы на спортивном треке. Пришла идея, потому что есть трасса, она пустая. У нас давно не проводились соревнования. И почему решили это для любительских сделать? Потому что на дорогах зима скользко. Здесь есть возможность проявить свои профессиональные навыки, узнать какие-то новые моменты, отточить мастерство. Лед, снег, опасные виражи и адреналин. На огромной скорости под 150 км в час водители входят затяжные повороты. Гонщики соревнуются в трех классах – передний, задний и полный привод. По регламенту каждый участник проезжает три круга. Первый – прогревочный, два на время. Лучший результат идет в зачет. Конечно, адреналин бьет. Трасса очень скользкая. То есть даже шипы не спасают. Ну и, конечно, доволен. Конечно, доволен. Потому что в те годы так скользко не было. То есть сейчас реально можно побороться, покататься и больше ощущений получить. Зимний спринт – это динамичная гонка по трассе с многочисленными петлями, трамплинами и скоростными участками. При этом высокая скорость не всегда залог успеха. Тактический расчет и мастерство управления играют важную роль. Конечно, немножко какой-то мандраж есть перед стартом. Ну, главное, чтобы на трассе быть собранным и следить за тем, куда у тебя повернуты колеса, и следить за газом и тормозом. Среди участников есть и представительницы прекрасного пола. Екатерина Коростелева гоняет по зимней трассе не впервые. В прошлом году девушка заняла призовое место в подобных соревнованиях. Однако в этот раз в лидеры не выбилась. Я всегда любила такие виды спорта. Я занимаюсь еще скалолазанием. Кроме этого, это очень такие серьезные виды спорта. Доказать всем, что женщины могут. Почему нет? Несмотря на мороз, понаблюдая за выступлениями пилотов, собралось немало зрителей и болельщиков. В результате соревнований лучшее время в классе переднеприводных автомобилей показал Евгений Битков. Среди авто с задним приводом быстрее всех проехал круг Александр Лобунец. В соревнованиях выдовых авто первенство у Александра Федосеева. Новый этап любительских кольцевых гонок «Зимний спринт-2016» состоится уже в феврале. Анастасия Исаева, Сергей Дыровских, «Будни». Итак, о погоде. Завтра, 19 января, в нашем городе будет пасмурно ночью, минус 22, минус 24. Днем 15-17, со знаком «минус». Что ж, это все новости на сегодня. Желаю вам приятного завершения этого дня. И до встречи на Би. Лично я туда собираюсь отправиться в полночь. Ну и, конечно, будьте здоровы и улыбайтесь чаще. Редактор субтитров А.Семкин